Начала я традиционно с PowerPoint. Как, я думаю, вы знаете, PowerPoint работает с данными, связывая их с файлом Microsoft Excel. То есть для того, чтобы добавить какой-то график, вам нужен еще один файл, и это уже файл Microsoft Excel. Нет, я не забыла про такси, это все касалось имена общественного транспорта. Такси, наверное, не может считаться в полной мере, тем более, что оно не поддается, по крайней мере, в те годы точно не поддавалось госрегулированию, и было тяжело посчитать, какой на самом деле пассажиропоток в такси. Ну и к тому же речь в проекте шла именно про трамваи, и я старалась выделить информацию именно связанную с ними. А такси и трамваи очень сложно сравнить между собой. Итак, когда вы создаете новый график, когда вы вставляете диаграмму какую-то, вы автоматически создаете связанный файл Microsoft Excel. Изменяя данные в этом файле, вы изменяете данные и на слайде. Инструменты для работы с диаграммами стандартные, то есть фактически все то, что доступно вам для работы с фигурами, с рисунками, со смарт-объектами, это все доступно и для работы с инфографикой. Среди типов графиков вариантов достаточно много, за исключением пикто-чартов. Они, как таковые, отсутствуют. Если вам нужен именно этот тип визуализации, его придется делать либо вручную, либо искать какую-то надстройку. А надстроек, то есть внешних дополнительных программ Powerpoint, довольно много тех, которые работают конкретно с инфографикой. Очень большое количество интересных шаблонов вы можете найти, если заглянете в магазин Microsoft Office и поищите как раз по запросу инфографика какие-то интересные расширения. Итак, меню «Вставка». Нужно выбрать пункт «Диограмма». Вам будет предложено сразу несколько вариантов. Отдельное окно, где вы сможете пощелкать по вариантам и посмотреть, какой тип графика подходит. Это только первый предварительный шаг. В Powerpoint вы легко сможете сконвертировать один тип графика в другой. Как видите, вариантов довольно много и сразу прилагается к каждому несколько дизайнов и несколько разных настроек. Например, можно сделать такую диаграмму обычную, можно сделать с накоплением, можно сделать с дополнительными областями, скомбинировать какие-то сложные варианты и даже сохранить свои собственные шаблоны, что, несомненно, удобно. Сразу появляется такая вот демо-диаграмма и к ней связанный файл с какими-то примерными данными. Для того, чтобы изменить информацию, нужно как раз во файле Excel вставить другие данные. Либо из другого файла, либо заменить их ручную, либо указать другой связанный файл. К тому же можно выбрать какой-то файл с Excel с уже готовой диаграммой и диаграмму оттуда вставить в PowerPoint. При этом тоже можно сохранить связь. И когда вы будете обновлять информацию в файле, будет автоматически она обновляться и на слайдах. Вот я добавила те данные, которые были у меня в Google-документе. И для того, чтобы их уже изменить, для того, чтобы поменять настройки, я иду в вкладки новые, которые появляются. Это стандартные вкладки «Конструктор» и «Формат», которые помогают мне изменять диаграмму. Также, когда она выделена, появляются вот эти три боковые кнопки, которые позволяют изменять какие-то настройки оформления, добавлять, отключать, отключать какие-то ряды, чтобы посмотреть, может быть, слишком много информации на инфографике помешает ее восприятию. Ну и также вот кнопка плюсика, которая позволяет выбрать диапазон данных. Все то, что вы здесь видите перед собой, очень и очень похоже на то, что мы видим в Excel. Тот, кто работал с Excel, легко справится, естественно, и с диаграммами в PowerPoint. Но для того, чтобы создать удобную, полноценную инфографику, самих инструментов все-таки недостаточно. Я смотрю разные макеты, я смотрю разные элементы диаграммы, выбираю вот здесь стили оформления. И в итоге для своего гипотетического проекта я все-таки в данном случае, отказываясь от подписей данных, делаю вручную заголовок. И вот «Автобус, троллейбус, трамвай, метро» подписи я тоже делаю вручную. Не беру стандартную легенду, которую мне предлагает PowerPoint. Один из типографика я подкрашу, это сделать довольно легко. Довольно легко выделить какой-то маркер отдельный, подписать и так далее. И перекрасить, естественно, тоже очень и очень просто. Так, а вот почему-то у меня вот здесь вот, ага, нет, вот отображается конъектирная линия просто при конвертации в PDF презентация стала очень слабой. Я отдельно провела линию, которая подчеркивает, какие точки на графике соответствуют 2004 году, для того, чтобы выделить то, что происходило именно в этом году. Итак, в PowerPoint с самими графиками работать довольно просто, но функций и настроек для превращения их в полноценную инфографику не всегда хватает. Какие-то элементы нужно выполнять вручную, подчеркивать маркеры, подписывать значения, делать легенду, например, с помощью заголовка, да, тоже придется делать вручную. Такой готовой функции, которая есть в инструментах типа Data Wrapper, Flourish и так далее, про которые Павел Юрьевич постоянно рассказывает, таких удобных инструментов, конечно же, нет. Но это и не основная задача PowerPoint, все-таки он создан не для работы с инфографикой. Продолжение следует...